Знаешь, когда я расслабляюсь, отдыхаю, допустим, с самого утра, я сразу вспоминаю своего дедушку, который садился в свое кресло, включал радио и просто наслаждался им и любил слушать новости. Ну а с одним еще радиолюбителем познакомилась Оля Литвиненко. И об этом очень необычном человеке мы расскажем прямо сейчас. Провода, приемники, транзисторы, антенны. По этой аппаратуре нетрудно догадаться, что хозяин комнаты, если не изобретатель, то любитель радиотехники. Для того, чтобы послушать музыку, мы ищем радиоволну в удобном для нас месте. Например, за рулем автомобиля, на гаджете телефона или приемнике. А Виктор Прессман оборудовал собственную студию прямо в Симперопольской квартире. Радиоцентр «Семь Костя Игрик» – это не набор цифры, буква позывной, которым пользуется Виктор. Его код знают тысячи радиолюбителей по всему миру. Океания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Гавайские острова, Вьетнам. Не просто хобби, а своеобразный ритуал. Каждый вечер в свободное от работы время Виктор садится за пульт и включает передатчик. Сейчас мы с Виктором будем проводить радиосеанс и связываться с европейской частью России. Да, Виктор? Абсолютно верно. Что мы сейчас делаем? Мы в данном случае сейчас включили трансивер и настроились на чистоту или попробуем в всяком случае сделать общий вызов, чтобы нас кто-то услышал. Выйти в эфир несложно, но на поиски сигнала может уйти от 3 до 60 минут. Мы вышли на связь в 13.20. Шансов обнаружить кого-то на другом конце земного шара практически нет. Рассчитывали только на соседние регионы, которые с нами в одном часовом поясе. За 10 минут нашего радиосигнала с нами на связь вышло два человека из Ростовской области и Луганской Народной Республики. Радиоцентр 7, Костя Игорь, для всех на приеме. Пара слов, обмен информацией о погоде или о каких-то мелочах. Главное не нарушить регламент, ведь тогда можно лишиться самого ценного – лицензии и позывного. Разговариваем мы обо всем за исключением о девушках. А почему девушки… Это запрещено радиорегламентом проведения радиосвязи. А о чем еще говорят мужчины? О многом аппаратуре, об антеннах. Или о музейных экспонатах, которых немало прямо в этой квартире. Например, этому японскому приемнику 83 года. Аппарат перешел к Виктору по наследству, как и этот раритетный 75-летний американский. Самый молодой приемник в коллекции – практически ровесник Виктора. И менять их на современные гаджеты радиолюбитель не планирует. Это не то, это просто общение. Ты проводишь радиосвязь. Ты общаешься, но ты при этом понимаешь, что ты находишься здесь, а человек находится там 9 тысяч километров. Даже крыша дома Виктора напоминает паутину с проводов, на которой повсюду антенны для радиосвязи. За техническим состоянием мастер следит сам. Конец 16-го года, начало 17-го года, после очень сильного ураганного ветра и обледенения, у меня рухнула антенна. Это которая вот эта вот самая большая по площади рухнула. И я сам восстанавливал один, но это тяжело. Виктор ежегодно участвует в конкурсах по сеансам радиосвязи. В этом году он занял первое место, обойдя соперников из разных стран. От Аляски до Австралии. Главная задача связаться с наибольшим количеством радиолюбителей. За 31 час он провел максимальное количество таких выходов в эфир – 814. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро. Нового дня.